Всем добрый день! Сегодня я готовила холодный свекольник с заправкой для борща от Маги. Свекольник получился очень вкусным и ароматным. Свекольник я буду готовить вот с этой заправкой. Эту заправку я уже покупала, я делала с ней борщ. Вот на этой стороне написано как готовить борщ и также дан рецепт холодного свекольника. Чем мне понравилась эта заправка, что здесь уже она содержит тертую свеклу, морковь, лук, томатную пасту и петрушку. Например, для холодного свекольника вам понадобится только картофель, огурец, яйцо и сметана. Этого количества заправки хватит на приготовление 3 литров холодного свекольника. Сейчас я покажу, что представляет из себя эта заправка. Очень ароматные и очень вкусные. Но сейчас, конечно, заправка она достаточно соленая. Здесь очень много уксуса. Но она же не рассчитана, чтобы ее так есть ложками. Борщ я с ней готовила. Борщ получился очень вкусным. На упаковке Маги сказано, чтобы получить 3 литра свекольника, нужно взять одну картофелину, два огурца, два яйца и сметану. Но, если честно, я люблю, чтобы в свекольнике было много картошки. Поэтому я буду готовить по-своему. То есть я взяла 3 картофелины, 3 огурца, два яйца. Яйца нужно отварить вкрутую. Огурцы для свекольника нужно или очень мелко нарезать, или натереть на крупной терке. Если честно, я больше предпочитаю натирать на крупной терке, потому что выделяется очень много сока, что улучшает вкус готового блюда. Картофель нарежьте кубиками. В кастрюлю налейте 2,5 литра воды. Когда вода закипит, опустите картофель. На упаковочке с заправкой сказано, что картофель нужно варить 10-15 минут. Но все-таки картофель всегда разный. Время варки зависит от его сорта. Поэтому варите его до мягкости. Воду не солите, так как в заправке уже достаточно соли. Когда картофель станет мягким, положите заправку. Перемешайте и варите еще 5 минут. В рецепте сказано, что в свекольник нужно добавлять и сахар. Но если честно, в такой свекольник, в холодный, я сахар не добавляю. Теперь снимите кастрюлю с плиты, а свекольник полностью остудите. Когда свекольник полностью остынет, добавьте натертые огурцы. Все хорошо перемешайте. Свекольник практически готов. Зелень мелко нарежьте. Можно добавить ее в кастрюлю или каждый добавляет себе по вкусу в тарелку. Обычно в такой свекольник я кладу мелко порезанный зеленый лук и укроп. Но вы можете положить любую зелень по вкусу. Свекольник уберите в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время зелень отдаст ему свой аромат и он будет намного вкуснее. Вот такой свекольник у меня получился. Конечно, он отличается по вкусу от свекольника, который я готовлю без заправки маги. Но все равно он получается очень вкусным. Холодный свекольник я налила в тарелку, добавила сметану и половинку яйца, сваренного вкрутую. Если вам понравился этот рецепт, буду благодарна за лайк, за подписку на мой канал. Заходите в гости, будет еще много интересного.